Всем привет, с вами Эд и вы на моем канале о вязании крючком. В этой серии видео мы с вами будем вязать вот такую интересную квадратную салфетку. Ссылку на весь плейлист со всеми видео по этому мастер-классу я оставлю в описании под этим видео. По размерам она у меня вышла 42 сантиметра в ширину и по диагонали 50 сантиметров. Я ее вязал вот такой пряжей, это 100% мерсеризованный хлопок. Толщина этой пряжи в 500 метрах 150 граммов. Марка этой пряжи бразильская, потому что я здесь живу и в странах СНГ вы такую пряжу не найдете. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей, главное чтобы это был 100% хлопок, обычный или мерсеризованный. Моей пряжи на эту салфетку ушло 130 грамм или 435 метров. Но расход конечно же зависит от выбранной пряжи, крючка и вашей плотности вязания. Я использовал крючок 1,75 миллиметров. Эту салфетку я вязал опираясь на схему взятую из интернета, но конечно же со своими доработками. Я где-то менял расположение и количество столбиков воздушных петель, также я провязал ее в рельефной технике. После этого начального момента я приложу схему, вы можете поставить на паузу и посмотреть. Если хотите можете вязать эту салфетку по оригинальной схеме, либо вы можете оставаться со мной и вязать по видео, чтобы у вас получился точно такой же результат. Если вы новичок в вязании, то рекомендую сначала посмотреть мои уроки по вязанию крючком, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. По завершении работы эту салфетку нужно заблокировать обязательно, иначе она не будет такой ровной и красивой. Рекомендации по блокировке вы сможете найти по ссылкам в описании к этому видео. Я оставлю там две ссылочки на два видео. Одно видео будет о блокировке салфеток с клеем ПВА, и другое видео как я блокирую салфетки с кукурузным крахмалом. Ну что дорогие друзья, я думаю, что по этой салфетке я в принципе все рассказал. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. А теперь я желаю всем приятного просмотра и ровных петелек. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю, здесь спереди скрещиваю, и сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую, вытаскиваем ее, у нас образуется вот такая здесь петелька, и теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить, вот так я придерживаю, аккуратно пальцы вытаскиваю, чтобы наше вот это кольцо не развалилось, придерживаю, и теперь мы протягиваем эту рабочую нить, вот так и затягиваем, вот у нас получилось кольцо амигуруми. Еще раз покажу, берем нить, кладем на палец, оборачиваем и скрещиваем, сзади, придерживаем, теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую, вытаскиваем, у нас образуется здесь петелька, и теперь в эту петельку нам нужно протянуть рабочую нить, придерживаем пальцы, вытаскиваем, чтобы у нас ничего не развалилось, вот так кольцо наше, и теперь протягиваем рабочую нить, в эту петлю, и затягиваем, вот получилось наше кольцо амигуруми, теперь в это кольцо, нам нужно провязать 8 столбиков без накида, я делаю одну воздушную петлю подъема, она у нас за столбик не считается, теперь в это кольцо, вставляем крючок, цепляем нить, и провязываем столбик без накида, вот он первый столбик без накида, еще 7, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и восьмой столбик без накида, то есть вот эта маленькая корявая петля, у нас за столбик не считается, это воздушная петля подъема, а дальше уже считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столбиков без накида, возвращаю крючок в петлю, теперь, вот за вот этот хвостик, мы вот так тянем, и замыкаем наше кольцо, то есть все столбики замыкаем вместе, чересчур сильно не тяните, чтобы случайно не оборвать нить, вот так замкнули, теперь вот этот хвостик я беру, и вот так сверху рабочей нити туда-назад кладу, и теперь крючок вставляем в первый столбик, вот она корявая петля, это воздушная петля подъема, а мы уже вот нормального размера, петля это первый столбик, мы в него вставляем крючок, цепляем рабочую нить, и провязываем соединительную петлю, вот так, таким образом наш первый ряд завершен, теперь приступаем ко второму ряду, сейчас вот этот хвостик, он у меня слишком длинный получился, я его чуть-чуть вот так обрезаю, чтобы он был покороче, и я вот так этот хвостик сюда-назад возвращаю, и сейчас вот так в вязании, я буду его прятать под столбиками второго ряда, я вот так вот сюда возвращаю, кладу сверху вязание, придерживаю, и теперь уже приступаем ко второму ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, раз-два-три, теперь выполняем еще 3 воздушные петли, как арка, раз-два-три, то есть мы здесь выполнили, вот так, грубо говоря, столбик с накидом, и 3 воздушные петли арку, теперь накид, пропускаем, вот из этого столбика мы выходим, следующий столбик пропускаем, и в следующий столбик мы выполняем 3 столбика с одним накидом, при этом я там хвостик придерживаю, чтобы его под столбиками мне замкнуть, спрятать, первый столбик с накидом провязали, накид, сюда же в этот же столбик выполняем еще один, второй столбик с накидом, накид и еще один, третий столбик с одним накидом вот так затем опять 3 воздушные петли 1 2 3 накид пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем также 3 столбика с одним накидом 1 накид сюда же второй столбик с накидом накид и сюда же 3 столбик с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 накид пропускаем следующий и в следующий выполняем 3 столбика с одним накидом опять 3 воздушные петли 1 2 3 накид пропускаем следующий и перед нами уже здесь столбик с которого у нас началось вязание самый первый мы в него то есть мы первый столбик один уже сделали нам нужно довязать еще два столбика и мы сюда же провязываем еще 2 столбика с одним накидом, 1 накид и второй столбик то есть по сути у нас здесь также получилось 3 столбика теперь мы отсчитываем третью воздушную петлю подъема 1 2 3 и в нее мы выполняем соединительную петлю то есть наш ряд 2 завершён то есть здесь вот так у нас получается 3 столбика с накидом, в 1 столбик 3 петли опять 3 столбика с накидом в 1 столбик при этом пропуская 1 столбик основания опять 3 воздушные 3 столбика в 1 1 пропустили опять 3 воздушные 1 пропустили в следующие 3 столбика и вот так у нас получилось все таким образом второй ряд завершён теперь приступаем к третьему ряду выполняем 1 воздушная петля подъема накид и вокруг этого 1 столбика в нашем случае это воздушные петли подъема предыдущего ряда то есть из трех столбиков это крайний вокруг него мы провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вот я сделал накид и теперь крючок вставляем вокруг круг самого столбика вокруг воздушных петель подъема не в вершину как это обычно делается а прям за само тело этого столбика вставили крючок зацепили петлю и все дальше уже провязываем как обычный столбик с одним накидом только не вершину а за сам столбик мы зацепились вот провязали опять накид и вокруг этого же столбика опять цепляем крючок вытаскиваем нить и провязываем столбик с накидом то есть вот мы провязали 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг одного теперь выполняем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 накид арки мы будем везде пропускать и вот перед нами три столбика вокруг крайних мы будем всегда провязывать по 2 столбика сейчас то есть вот у нас крайний столбик следующий идет мы вокруг него провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом 1 накид и вокруг этого же столбика опять еще один столбик второй теперь сразу же накид в средний столбик из этих трех которые у нас были в средний во второй мы в него вяжем обычный столбик просто с одним накидом 3 воздушные 1 2 3 накид и опять в него же в этот же столбик выполняем еще один столбик с одним накидом вот два обычных столбика и 3 петли между ними теперь накид и вокруг следующего крайнего столбика провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом 1 накид и вокруг него же второй столбик рельефный лицевой с одним накидом то есть вот так у нас получается по 2 столбика рельефные у нас по краям и в средний столбик два столбика и 3 петли между ними здесь у нас 5 воздушных 1 2 3 4 5 опять накид в крайний столбик вокруг него мы в этом мы выполняем 2 лицевых рельефных столбика 1 2 накид следующий второй столбик мы вяжем просто обычный столбик с накидом 3 воздушные и еще один столбик с одним накидом в этот же столбик затем у нас в крайний столбик мы выполняем 2 рельефных лицевых с одним накидом также 1 накид и второй столбик вокруг этого же столбика далее у нас 5 воздушных 1 2 3 4 5 и опять у нас тоже самое идет все когда я подойду сейчас к завершению ряда я вернусь и покажу и так вот я подошел к началу ряда вот наши самые первые три столбика я сделал 5 воздушных петель накид вокруг крайнего столбика мы также выполняем 2 рельефных лицевых раз два затем в средний столбик выполняем обычный столбик с накидом 3 воздушные опять столбик с одним накидом второй сюда же в этот же столбик это столбики у нас обычные здесь и теперь вот перед нами мы выполняли два наших самых первых рельефных лицевых столбика с накидом и вот с первым вершин мы просто соединяемся вот так соединительной петлей то есть вот что здесь у нас получается вот такой квадрат уже вырисовывается все таким образом наш третий ряд завершён теперь приступаем к четвертому ряду выполняем соединительную петлю в следующий столбик 1 воздушная петля подъема и вокруг этого столбика нам нужно провязать попкорн из четырех рельефных лицевых столбиков с одним накидом накид и вот вокруг этого крайнего столбика у здесь было два рельефных лицевых первым мы пропустили выполнили соединительную и вот вокруг крайнего этого столбика выполняем четыре рельефных лицевых столбика с одним накидом 2 3 и 4 то есть вот мы вокруг одного столбика крайнего провязали 4 столбика рельефных лицевых вытягиваем немножко петлю вытаскиваем крючок теперь вставляем крючок в первый из этих четырех столбиков то есть мы провязали 4 и в первый столбик вставляем крючок цепляем теперь нашу вот эту петлю затягиваем и и вытаскиваем то есть мы вот так замкнули наши 4 столбика вместе это получился у нас попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом затем перед нами идет арка из 5 воздушных петель мы в нее провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 и третий столбик затем выполняем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и сюда же в эту же арку выполняем еще три столбика с одним накидом накид и в эту же арку выполняем 1 2 и третий столбик с одним накидом затем накид и вот перед нами наши два рельефных столбика были и вокруг 1 мы будем провязывать попкорн из 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом 1 2 3 и четвертый столбик вытягиваем немножко петлю и в первый из этих четырех столбиков вставляем крючок цепляем нашу петлю затягиваем и вытаскиваем вот у нас получился попкорн затем выполняем 3 воздушные петли 1 2 3 вот эти столбики которые у нас были обычные с накидом их пропускаем и арка которая у нас была между этими столбиками 3 воздушные петли мы в нее выполняем столбик с одним накидом то есть после попкорна 3 петли столбик с накидом в арку опять 3 петли накид мы вот это все дело пропускаем и вот крайний рельефный столбик мы вокруг него уже провязываем наш попкорн 1 2 3 и 4 рельефный лицевой столбик с одним накидом вытягиваем петлю в первый из этих четырех столбиков вставляем крючок цепляем петлю затягиваем вытаскиваем вот наш попкорн теперь накид перед нами уже арка из 5 воздушных мы в нее выполняем три столбика с одним накидом 1 2 3 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 накид и опять в эту же арку выполняем три столбика с одним накидом 1 2 3 затем сразу же вокруг крайнего рельефного столбика мы провязываем попкорн из четырех рельефных столбиков 1 2 3 и 4 вытягиваем петлю крючок в первый из этих четырех столбиков закрываем в попкорн после попкорна 1 2 3 и в следующую арку из трех воздушных петель выполняем столбик с накидом опять три петли 1 2 3 и у нас уже опять идет попкорн вокруг крайнего столбика то есть вокруг крайних столбиков вот так которые у нас идут вот так здесь с этих сторон мы выполняем попкорна вот в арку трех воздушных петель мы провязываем просто столбик с накидом а в арке пяти воздушных петель у нас идут три столбика пять петель три столбика вот что у нас здесь получается все провязываем таким образом ряд до конца и так провязали четвертый ряд до конца вот в последнюю арку трех воздушных петель я выполнил столбик с накидом три воздушные передо мной вот эти столбики мы пропускаем и вот самый первый попкорн который мы сделали и вот сзади этого попкорна мы делали одну воздушную петлю подъема мы прям за эту петлю цепляемся и соединяемся соединительной петлей все таким образом наш четвертый ряд завершен поставьте этому видео лайк если оно вам понравилось было полезным интересным мне будет очень приятно об этом узнать ну а ваши лайки скажут об этом лучше всего подпишитесь на мой канал если вдруг вы еще не подписаны и заглядывайте ко мне в инстаграм а с вами был я это до скорого я это до скорого